Ола, мигасы, вечер, добрый, с вами Квантум, с вами Медалист и с вами Такс, и добро пожаловать сегодня в такси зашквара в GTA 5 РП. Здарова, гангстеры! Здравствуйте! Мы вызываем такси, на такси мы устраиваем гонку тот, кто проигрывает, рассказывает зашкварную историю, смотри, что получится, мы будем начинать, поехали! Кстати, в описании для тебя у меня есть подарок в виде промокода, смотри, копируй его, заходи в игру, нажимай на клавишу М, Далее нажимай меню персонажа, нажимай на шестеренку и заходи в раздел промокод, в разделе промокод вводи промокод из описания и получай офигенные бонусы, которые тебе помогут легко стартовать и быть самым крутым на районе. Давайте, раз, два, три, все, вызвали такси, ждем. Такси вызвано, ожидайте, у меня пока что не приняли. Езжай шофер! Сквозь скочки злые. Ваш заказ принять, машина скоро будет. У меня он в тюрьме, и он просто сидит в машине, ебаный. У меня он в тюрьме, и он просто сидит, все, ты можешь на этом остановить и рассказывать. А мой проезжает вот в тюрьму, только проезжает полчаса едет. Я отошел, у Данила волосы поберели, как у Бориса Моисеева. У него явно проблемы какие-то, в смысле, я... Слушал я одну легенду о двух братьях пересказ, то ли быль, а то ли сказка. Может, братья среди нас? Голубая луна. Нахрена ты что принял перед записью? Как бы ты был подальгодом? Ко второму, видимо, Алёха, где твой? Вот мой подъезжает. Так что... В смысле твой подъезжает? Ошиблись в прямом, я сегодня в ударе. Реально, его такси с первыми ехали. Офигеть! Он ещё и лысый, вот этот дружище. Привет, мой лысый друг, есть одно такое дело. Это мой братик. А мой ещё не приехал, Алё! Ну где ты, мой братик? Походу, я понял, мой слоупок, трындец. Я, походу, кажется, сегодня проиграю. Вот он подъезжает. Отлично, отлично! Я надеюсь, мы сегодня победим. А я хочу, я хочу касать за потраченное время. Вам дадут денег. Секундочку, сейчас дадут денег, да? Подождите, не уезжайте. Данил, дай мне тысячу за... Что происходит, Димон? Я, говорит, хочу тысячу. Кабло. Все готовы. Стартуем на счёт три, едем по маршруту, не срезаем. Три, два, один, поехали! Гони, 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 родной! Выиграй их! Победить ты сможешь, я в тебя верю. Главное, не упади, ты красавчик. А как тебя зовут, кстати, в жизни? Максим? Идрис. Идрис? Да, да, да. О, я вот думал, Максим Павел перебирал всё, что угодно. Вот я никак не мог представить, что тебя сегодня будут звать Идрис. Идрис, смотри, ты сегодня победишь, я в тебя верю. Я им это сейчас факт покажу. Смотри, нас не догонят, понимаешь? Нас не догонят! Я сегодня не буду разговаривать с родителем. Ой, с родителем. С родителем. Можно там гоним? В медалисту баба за рулём попалась, сзади едет третий. Всё, Идриска, ты красавчик. Ты вкуснее, чем Ириска. Я тебя, правда, не облизывал, я их не хочу, но я знаю, что ты победишь сегодня. Ситуация такая, что я не могу разговаривать. Я сегодня буду разговаривать только сам с собой. Сегодня будет молчаливый выпуск. А всё потому, что я сегодня между двух огней, понимаете? Всё, я так всю дорогу буду ехать. Потому что я не боюсь, нас не догонят. У них это война! Ты чё, х***ел? А, а! Женщина же там за рулём, точно. Да, их правильно! Они в ответ показывают! Ай! Ну, шо ты делаешь, дружище? Тихо, тихо, хорош, хорош, а ты умеешь? У нас битва-то не на жизнь, а на смерть. Как же он хорошо мансит? Походу, я проиграл. Хотя нет, это такса тоже всё очень плохо. Нам желательно, наверное, с ними не драться. Но я не могу разговаривать с самим таксистом. Потому что тут выпуск на выезд из дома, понимаете? Ты красава, Идрис, смотри, ты даже повороты чувствуешь. Еман, мы первые, мы приедем, походу. Это победа! Пока там закусились, понимаешь? У медалиста женщина, я ничего против женщины не имею, водителей. Но, видимо, она... Это она воюет с другим таксистом. Триндец, у них там агрессия какая-то. Ба! Шашечка такси слетела! Это впервые такая подстава. Причём самое интересное, что эта подстава попалась мне. Кто не понимает подставы, разуйте глаза, товарищи, и вы всё сразу поймёте. Ко мне Димон подходит, тот, который с женщиной ехал, говорит, я не хочу с женщиной ехать. Можно мне другую машину? У нас правило заведено, уже вызвал всё. Ходу обратного нет. У Данила опять никакого контента не происходит. Он просто едет первый, бля. Ну, бля, это же не... Ну, какая... Бля, я не понимаю, просто теория какая. А ты откуда, Идриска? Грозный. О, Грозный. Ну, почти соседи были раньше. Я из Пятигорска. Раньше был. Неужели у него там что-то мёдом намазано? Неужели он такси подбущет? Нет ведь? Но он стабильно каждую серию едет первый. Надо сейчас повернуть. Но, конечно. Один уехал в клумбу куда-то нафиг. Ну, неужели админа... А-ха, всё, медалист, рассказывает историю, по всей видимости. А-ха. Всё, он там материт эту женщину несчастную. Может, девушку? Ну, скорее всего, девушку. Ну, бля, это было бы странно. Женщина, дядя Люба, бля. Дядя Люба! Ну, вы поняли. Сука, я уже придумаю, если честно, нашкварную историю. Потому что это... Это дикое невезение, бля. Просто дикое невезение. Мы ездим на двух колёсах. И я бы не хотел никого дудосить. Но шансов у меня просто зеро. Кстати, ты давно играешь? Да, вчера тоже. А, смотри, ты можешь использовать мой промокод. В описании под моим роликом взять. Активировать его. И ты получишь офигенные бонусы. Деньги. Ну, и вообще тебе будет стартовать легко. Поэтому пользуйся. Ну, и счастье, чаевых накину, когда приедем. Я их вообще не вижу. Слушай, я даже, понимаешь, я даже конкуренции не ощущаю. У нас с тобой как будто бы обычный коммерческий заказ. Мы просто с тобой едем. Ой-ой-ой, они сзади. Они нас нагнетают. Сзади нагоняют. Что-то у меня у дружище, у моего таксиста, водителя, как-то медленно едет машинка. Нет, мы прям тормозим. Мы можем обгонять. Мы прям тормозим. О! Он едет как бот. Алло! Нет. Направо. Что это за хуйня? Ясно, ясно. Но мы все еще по-прежнему вторым. Меня это устраивает. Но, блядь, если это будет черепашья вот эта вот битва, она до хорошего не доведет, блин. Блядь, блядь, блядь. Мне стыдно, пиздно. Это что за кринжуха, ебаная? Слушай, ну мы вот выехали напрямую, я снизу никого не вижу. А мы сверху возвышаемся, как два гордых орла. А эти бегают там по степи. Я знал это, сука, изначально. Ну, пожалуйста. Давай, блядь. Нахуй, ясно. Что это за драком, блядь? Почему мы обгоняем такса, на, блядь? Каким образом? Что? Кто едет за рулем у такса вообще? Я еду вновь в третьем? Я дал себе слово. Если я проиграю в этой серии, я больше в этом не участвую. О, это Данил? Слушай, ну, а, нет, что они догоняют нас, алё? Мы догоняем квантунца даже? О, так шансы-то, смотри, какие. Ну, что ты делаешь, ёбаный сыр? Блядь, ну это не честно. Это же специально, да, было? Они что? Это че? Че там у них происходит? Они летают нафиг, там знаки такси отлетают. Триндец. Это, надеюсь, Данил едет. Залагал. У меня вылетела игра. Что ха... Блядь, как едем, так едем? Вау, че пух... Что проще происходит? Так, я надеюсь, что проблемы с моим интернетом, а не с Эдриской. Меня слышно? Что за хрень? О, фух. У меня что-то залагало. Нас только что перегнали другие таксисты, мы врезались в отбойник. Ой, что-то страшно всё происходит. Какой-то ад. Почему мы опять от того же места едем? Это что такое нафиг? А у меня вопрос. Вот у меня были проблемы, мы улетели в канализацию, врезались в дерево. Нас перегнали или это у меня лаги были? Я думаю, у меня были, да. Я сейчас просто в афиге. Нормально так пролагало. И я сейчас не понял, какая у нас позиция. Первая или третья? Просто ехал, обгонял всех. Да, это Данил? Всё? Или ГГ? Мне вообще, блядь, уйти не опасно. Что, я третий, что ли, выкачусь? Пиздец. Ой, блядь, всё ясно. Только похвалил чела. Я надеюсь, мы не напи***нёмся. Мы видим опять обогнали такса. Я без понятия, как это происходит. Но, как говорится, сегодня у меня карт-блач на мерзость, блядь. Ну, я ведь... Я в следующий раз сам устроюсь таксистом, сам себе приеду. И сам поеду, блин. Я, блядь, не понимаю. Слышите, а судя по всему, я это не проигрываю. Ой, я просто не понял. У меня такое чувство, что Квантумец вообще вылетел. И мы сейчас приедем первый. Нам осталось 500 метров, и мы всё увидим. Аккуратно, базару нет. Но нужна ли мне его аккуратность, если я сейчас приеду третьим? Ну, хз. Главное, приехать вторым. О, это будет рофл, блядь. Да вот, слышите, если Квантумец вылетел, то Квантумец рассказывает историю. Хрен с двой, я поеду переезжать. Всё, нам сюда. Спасибо. Мы выиграли. Как, блядь, я не знаю. Но это победа. Слушай, там одна машина? Одна машина! А где Квантумец? Одна! Я надеюсь, они не приехали. Надеюсь, мы первые. Как ехали первыми, так и остались первыми. Потому что какие-то странные ситуации происходят. Но я их, по крайней мере, не вижу. И они спрятали специально, чтобы обнадежить меня потом хоба и разочаровать. Блях, они приехали! Ты не последний проиграл Квантумец. А, вот он едет! Оба приехали! Мы приехали. Чё с лицом? А как мы выиграли? Мы первыми ехали. Ты где-то у меня подлагал около казино. И мы тебя, видимо, обогнали в этот момент. Чё? Трендец. Чтоб вам стыдно было, но вы вас выиграли, вы понимаете? Выходи, я тебя от чаевых оставлю. Спасибо. Мне? Трендец, да тебе, фиг тебе, не чаевых, блин. Всё, спасибо большое. Привет своему провайдеру передай. Мы ехали первыми, по итогу приехали последними. Это всё красава был. И Дрис, ты лучший. Несмотря... А вот всё было хорошо, кроме момента с казино. Ты скажи, ты казино любишь, Талудоман и Дрис? Это всё, походу, с этим как-то связано. Мы проезжали рядом с казино, что-то случилось у нас? Стянуло тебя, да? Не ходи в казино. Ты как-то пинчиков нужны? Всё, оставь девушку в покое. Пойдёмте, я расскажу историю. Я проиграл. Девушка, спасибо вам. Вот вам небольшая... Я смотря, что вернусь к вам. Ты что, во френдзоне уже, что ли? Всё, хорошего вечера, девушка. Моя... С той историей, которую я сам не помню. Мне про неё рассказывали родители. Микрофон бери, блядь. Поехали. Начнёт с того, что это были далёкие-далёкие времена, когда я был совсем-совсем ребёнком, буквально, которого голым... Я не знаю, не могу сказать, когда детей ещё голыми оставляют во дворе, чтобы они загорали и получали витамин Д. Такого формата произошла история. У меня был замечательный кот по кликухе Ларик. То есть, я не знаю, что вы себе предполагаете, что произошло дальше. Я с этим котом очень сильно дружил. Кот был просто восхитительный, чёрного цвета, такой весь умный, хитрый и красавчик вообще. Я был маленький и не такой красавчик, как Ларик. У Ларика явно интеллект был гораздо выше моего. Но прикол не в этом. Всё начинается с того, что Ларик любил ловить мышей очень сильно. Очень прям профессионально и хладнокровно убивал их. Я сижу во дворе на ковре. Идёт Ларик с мышей ко мне. Приходит, даёт мышу мне, то есть, кладёт её рядом со мной. Я беру эту мышу и кладу её себе в рот и начинаю её чапкать. Выбегают родители и говорят, ты чё делаешь, выплюнь, нафиг. А я её, короче, закусил и не отдавал эту мышу. И кот рядом со мной есть, то есть, кошак пришёл, поделился со мной добычей. А я сидел и хавал эту мышу, этот трындец просто был. Мне рассказывали эту историю, такой, думаю, какой же я был просто отбитый чумасик. Я, короче, расскажу, потому что я был уверен, что я проиграл. Ладно, я уже ехал с мыслью, что я расскажу эту историю. Она такая лёгкая, лайтовая, в первом классе. Там была школьная столовая такая, общая. Логично, да, не VIP. И, знаешь, когда все поели, оставляют под нос уже на помывку. Я оставляю и смотрю, какой-то долб*** не съел колбасу целый кусочек прям. Вот. Я думаю, еб***ь, а чё так? Можно, что ли, б***ь? Тот же рует, перует. Взял, короче, этот кусман уже, ну, с объекта получается. Б***ь. Схавал. И понимаю, что сама ситуация того, что... Ну, то есть, когда он лежал, я ещё был на аппетите, на разыгранном. Ну, то есть, я кушал, и тут, как бы, я ничего не подумал. Я схавал и начал себя нагонять, что это там кусок, короче, колбасы. И водили и по жопе, и, короче, и вообще, там, ел какой-нибудь туберкулёзник, да, какая-нибудь такая херня. И у меня началось жёстко хотеть, короче, ну, обратно всё, эту колбасу в шапку лизало. А как, я не знаю, типа, но рвотный рефлекс подошёл быстро, и я, короче, наблевал учительнице под стол перед уроком. Какой ужас. Перемена была длинная, столовочная. Пришёл, короче, другой мой одноклассник, не помню, к сожалению, его имя, потом он ушёл из школы, с пёс первокласса. Он увидел под столом блевочину и наблевал ещё от того, что увидел. Потом, короче, третий чувак подходит, видит, как две блевочины разного цвета и консистенции. Мне уже даже... Это ужасно. Наблёвано. Уходит в туалет, там нарыгивает, короче. Приходит, это, уборщица от такого количества блевочины, сама рыгает. Короче, там рвотный, это, домино пошло. Такая история. Тепная рвотная реакция. Разложил мину. Да, как минимум, по моим подсчётам, было шесть пострадавших, включая меня, но я не сдал себя. Вот это только моё первое откровение спустя столько времени. Это ужасно. Всё началось просто с жадной колбасы. Свалился. Это GTA 5 RP шоу Зашквара. Как тебе серия, как тебе шоу? Пиши в комментариях. Quantum, медалист, такс, были с вами. Спасибо за просмотр. Не забывай про промо и записание. Мы играли на GTA 5 RP сервер Вайн. Переходи, играй, используй промокод Quantum, вводи его, нажимай на клавишу M, персонаж, шестерёнка. Ну и сам знаешь дальше, как его вводить. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До скорых встреч.